Я хочу у вас смотреть спектакль про экосистему Данилихи, где будут такие персонажи, как вот эти рыбы. Консервативная рыба, бобры, алмаз. В целом, ты уже почти очень близок к созданию этого спектакля. Возможно, вам надо замутить какой-то коллаб. Спустя два часа. Я забыл, как разговаривать. Чилл-аут-подкаст. Чилл-аут-подкаст. Как мы деградируем. Диалог у нас сегодня немного более быстрый, чем раньше. Поэтому этот выпуск длится всего полчаса. Всего полчаса. Полминуты, на самом деле, он длится. Все успели сказать. Да, это какой-то верх гуманности. Всем привет. В эфире подкаст «Это мы не проходили». Меня зовут Данил. Я учитель естественных наук. Я Полина. И я педагог-психолог. И сегодня у нас в гостях Ладомир, учитель актерского мастерства. Привет, Ладомир. Всем привет. Ты живешь свою жизнь, и такое где-то в 12 часов нет, как «Ого, это что, светло-серый?» Прикольно. А потом ты доживаешь до полпятого, до полгода, темно-серого, с подлесками светло-серого. Расскажи, чем ты вообще занимаешься в жизни? Может, я как-то недостаточно полно представил тебя? Хорошо. Я, наверное, перечислю всю деятельность, которую произвожу фактически. Потом уже скажу, чем хочется мне, наверное, куда направляться хочется. Так, фактически сейчас в основном моя деятельность – это преподавание актерского мастерства. Так как в основном все студии, занимающиеся актерским мастерством, как и любым другим творчеством, в конце года дают какие-то отчетники, в нашем случае – это спектакли. То есть я как бы посредством того, что я стал педагогом актерского мастерства, я вышел как бы в режиссуру. Вот, уже с огромной радостью. До этого занимался много актерским мастерством, в основном фрилансом, потому что не хотелось заниматься чем-то одним внутри театра государственного. Вот, уже к тому времени у меня была такая любовь, как детский театр и бэйби-театр, которые вообще были дети от 8 месяцев. Ого! Да, это бэйби-театр. Первый раз вообще. Да, в России уже на данный момент его предостаточно. Я успел им позаниматься, когда он только-только приходил сюда. До сих пор, да, все это очень люблю. Оно тебя как бы дает и возможность много на фрилансе заниматься, именно все-таки актерским мастерством, детский театр. И не зависеть ни от чего, с другой стороны. Со взрослым театром чуть сложнее. Ну что ж, вот. Все, очень рад, что сейчас режиссировать начал. Вот, благодаря сейчас режиссуре хочется, наверное, попробовать и побольше еще порежиссировать. Но педагогику уже, наверное, точно не оставлю. Это самое, как будто бы, важное для меня занятие именно из-за того, что оно спасает от экзистенциального кризиса. Вот, что оно делает в первую очередь. Вот, потому что, когда, допустим, многие у меня товарищи уезжали, не понимая, что делать в России, зачем, мне все было очень точно понятно. Я уже ответственный за детей, которые за мной пошли и доверились мне. И это так меня успокоило, и я понимал, что мне делать. Все как здорово. Я правильно понял, что ты раньше работал в государственном театре? Или я неправильно тебя понял? Нет, нет. А какого еще у тебя путь? Ты закончил школу, да? 11 класс. И потом? Ты? Не 11 классов, 9. Ок. Да, я потом уехал в Казань, в училище казанское театральное, там отучился 4 года, вернулся в Перинь, там отучился на актера. И Казань, это, кстати, одно из немногих мест, где до сих пор выдают именно с такой формулировкой, что тебя обучали на актера драматического театра и педагога творческого коллектива. Чаще всего бывает даже, что учат на педагогов, но формулировку такую не пишут. А пишут что-то другое. Очень бывает по-разному. Но тогда я не думал преподавать. Тогда я преподавал, конечно, но, наверное, людям каким-то заинтересованным более авангардным театром, каким-то экспериментальным. Ну и сам тогда больше не забывался тоже во время студенчества. После этого где-то год в Перми провел, пользовался навыками, которые получил в Казани. Это как ты не пользовался? Ну, я представляю, что уехал на 4 года, еще был вообще нисколько не спец, а тут приехал спец, который работать очень много на фрилансе, понимающий, что это за люди такие. Что это за люди, когда это не люди к тебе пришли в театр, сели по билетам, а где-то какие-то другие формы, все равно защищен стенами, декорациями, еще чем-то. Актерский фриланс – это, допустим, собрались, поставили сказку, срежиссировали ее, и вы ее катаете по садикам, если мы опять говорим про детский. Или это какие-то перформативные истории, которые происходят в городе, ну, там больше ты все равно для себя делаешь, чем как заработок, не на коммерческой основе. А на коммерческой, наверное, еще фриланс, который про клоунаду, который тоже очень увлечен, про понтаниму, и это уже, как он называется-то, ивент-сфера, ну, сфера развития. Этого было предостаточно, чтобы за год понять, что очень-очень он учился, а потом был выбор – отправиться в кругосветное путешествие, начав с Крыма. Или поехать в Петербург и там пытаться найти себе учителей по клоунаде, по уличному театру, потому что хотелось очень сильно углубиться именно в это. И из этих двух штук ты решил остаться в Перми? Да, я решил, нет, нет, почему поехать в Петербург? Да, вот, я уехал в Питер, то есть после года в Перми, в Петербурге прожил год, как-то не особо нашел там себе наставника, которого искал, вот, ну, а жить там надо, как-то было, вот, все, я работал тоже там, немножко ставили спектакли. И, занимаясь той же самой работой, я подумал, что я больше на этом поприще реализуюсь в Перми. Вот, и в итоге из Петербурга все-таки тоже вернулся, не найдя там себе учителей по клоунаде таких. Были там интересные предложения с молодыми театрами, но чаще всего не состыковывалось это, ну, время их репетиции не состыковывалось с временем работы у них. Ну, потому что все равно ты живешь в Петербурге, тебе надо как-то себе обеспечивать. Это же еще Петербург, ты хочешь еще и погулять везде, все посмотреть. Все, и вот, когда я вернулся в Пермь, наверное, там начался ковид, я снова удивился этому, что я снова, я приехал в Пермь, меня снова так-то с простертыми объятиями, она так, два-два-два. Иди сюда, ты тут нужен. Все вроде снова хорошо, ковид, и по работе у меня. Ну, естественно, все хорошо, ковид, распростертая объятия, все мы прекрасно это помним. Нет, как раз-таки наоборот, ковид сделал все, все перевернулся с ног на голову, и больше всего пострадали актеры. Вот, если вокалисты, танцоры, еще кто-то по тем же ивентам работали и продолжали работать, вот, то с актерским мастерством, чтобы все там пропало, театр даже, не играл, никуда не ходил. Даже в государственные театры попали в западни. Ну, все, я поработал год, ой, боже мой, не дай бог. Я поработал в итоге два месяца на классном заводе. Ну, у меня до этого было всякое много работы такой, просто физической практики, но я понял, что нет, ни в коем случае дальше это не может продолжаться. Что-то потом еще где-то поработал, поработал, тогда получилось, что я ушел в ансамбль песни и пляски в Екатеринбурге, послужить надо. Вот, у меня просто был просрочен паспорт уже где-то на, ну, три года, как я должен был его поменять. Вот, а я все жил с просроченным паспортом, причем все никому это не мешало, ни в коем случае. И, вот, мне в итоге надо было что-ли, я поехать куда-то хотел, что-то пошел за гранили делать. Я говорю, зачем у тебя паспорт? Я говорю, ну, вот так, они говорят, окей, иди делай паспорт. Я пошел делать паспорт, они говорят, что у тебя с военником? Я говорю, ничего, они меня особо не ищут, ничего не пишут. Почему так, кстати, так и было. Ну, я особо тоже и нервался общаться. Военники, ну, все, мы тебе ничего не сделаем, пока ты с военником ничего не решишь. Все, вот я пришел, сходил, говорю, я точно не пойду, выключен армию. Даже не думайте, вот через полгода. Я пойду в туманную. Да, через полгода вот там, я могу попробовать в ансамбль попасть. Вот я попробую, если они меня возьмут, то пойду, смотрите, если нет, ну, у меня не имеете все. Подожди, как ансамбль и армия связаны с ним? Ну, есть же эти военные оркестры. А, и это равняется с лукой в армии? Ну, да. Ты типа подавал заявление на альтернативу? Нет. Я просто съездил на прослушивание в Екатеринбург, ну, я узнал, я про это все просто узнал. Надо было при этом прослушивание в Екатеринбургской, на самом деле песни пласки. Вот я его прошел там раз в год, берут речевика, то есть артисты разговорного жанра. Все, в итоге, военком, он говорит, понятно все, что, говорю, очень серьезный у тебя взгляд. Говорит, ладно, иди, только приходи, мир начнет, я тебя найду все равно. Все, в 2000 и полгода там съездил, он говорит, все, окей, давай, приезжай, скажу. Все, я просто служил год в Екатеринбурге, в доме офицера. Это, в расположении ансамбля песни пласки. Это суперневероятная история, которая, скорее всего, не попадет в итоговый выпуск. Вот, все, а потом вернулся в Пермь, и все, и тут почему-то именно после этого все очень сильно поперло. Не знаю почему. Педагогика, это вот, получается, сколько, два года. То есть ты после ансамбля начал работать в педагогике? Да, буквально так, где-то через два месяца после того, как я приехал, у меня появилась татаринская студия Чиж. А как она появилась? Я, когда я хотел полазну преподавать сначала танцорам, актерское мастерство в Палазинском дворце культуры, танцевальному коллективу «Сороконожка». Им нужен был режиссер на ставку в дворце. Я что-то боялся, боялся, боялся. Потом согласился, и когда я встал туда на ставку, мне говорят, откройте театральную студию, будешь приезжать, ты будешь выполнять работу режиссерскую, по речам с людьми. Я говорю, отличная идея, хорошо. Я хочу попробовать полностью свою студию. Все, в этот момент у меня появляется еще один третий фильм, появляется Чиж. Все, вот уже два года я веду их, еще одну студию в Апельсине. Сколько? Год? Полтора. Ну и два. Ну, в общем, вот Апельсин и вот появилась, на самом деле, все студии, которые у меня сейчас есть, почти все, кроме одной, появились очень быстро, где-то вот в одно время. Вот, и все, я понял, что мне очень нравится, и все, я могу этим заниматься очень долго, а тем более, что надо себя еще очень много узнавать в этом процессе. Все, тут точно не скучно. А эйфория от того, что получается на сцене, когда ты там не участвуешь, она, ну, как будто бы сейчас для меня превыше эйфории, когда я сам на сцене играю. Расскажи, как ты относишься к современным театрам? Ооо, очень сложно понять, что такое современный театр, потому что, ну, театр, который есть сегодня, но сегодня есть и классический театр, и куча всякого экспериментального, и народный тоже, вроде как. Ну, давай я перефразирую, тогда немного вопросов. Есть, наверное, какие-то театры, на которые ты опираешься в своей работе, которыми ты вдохновляешься, а есть театры, от которых ты, типа, отталкиваешься в другом смысле. Не желая делать так же. Не желая делать так же. Вот, и мне интересно, вот театры, которые сейчас существуют, ну, в Перми или в других городах, в которых ты был, расскажи, насколько они вообще соответствуют твоему видению того, каким должен быть театр. Если это вопрос про современную ситуацию в театре... Я не знаю, какая современная ситуация в театре. Нет, ну, то есть, как бы, вопрос, к чему, типа, отправляют, от... есть ли что-то сейчас интересное и хорошие, ну, тенденция на это, да? Или это вопрос о том, какой мне бы хотелось театр заниматься... Давай ты ответишь на оба вопроса. Начни с того, который тебе больше нравится. Давай, пожалуйста, я закончу тематику с театром современным. В общем, есть куча театра очень разного. Прям невероятный театр. Это, я имею в виду слов, театр. И вот как, допустим, я вам скажу слово «тарелка». Вы представьте себе какую-то тарелку, ты одну себе представишь, ты другую, я третью. Мы можем с каемочкой, желтая, пластиковая, керамическая, железная. Она может быть где-то стоять на чем. Вариации того, что мы представим, великое множество. И дело в том, что с театром ровно так же. Если мы говорим «театр», даже если мы говорим «современный», это все, это пипец. И невозможно понять, про что мы говорим. Потому что есть и существует, и живет очень много всякого. Вот. Вот эта особенность. Театр, что на супер-фазный стал. Потому что эксперименты в театре происходят уже очень давно. Слово, на Гортовском и Хольде. И старая сохраняется очень хорошо. Школа. Классическая. И сохраняется школа экспериментальная, которая уже была. И сегодня этот эксперимент происходит тоже. И все здорово, и все интересно. Вот. Это про то, чем живет театр сегодня. Всем и сразу. Вот. А если говорить про то, что мне нравится, оно есть. Как и то, что мне не нравится. Мне не нравится, когда экспериментируют над хростом. Просто формой. Как бы, когда такие. Вот мы возьмем вот такой вот материал. И сделаем, чтобы там все катались на роликах. Это освежит постановку, сделает ее современнее. Или они выйдут все в джинсах. Как бы, непонятно, к чему надо осовременевать. Для чего. Но. Я за эксперимент, конечно. И мой личный эксперимент в театре, который я произвожу, так очень уверенно. Стараюсь с него не отклоняться. Это, как бы, как диалектика. Мы опять, как будто бы, сегодня возвращаемся к желанию видеть актера и его больше игру, чем сценический спецэффект, декорации, драматургию или еще что-то. Главное, чтобы актер там что-то проживал. Как будто бы зритель сегодняшний снова хочет этого. И это снова когда-то уйдет. И зритель захочет опять, не знаю, спецэффект. Все, театр диалектичен все время. Развивается, да? Спираль диалектическая же, да? Я не знаю, о чем ты говоришь. Есть диалектическая спиралька в философии. Это когда, допустим, если... Тезис, антитезис, синтез. Ну, что я знаю про диалектику. Ну, это, то есть, если, допустим, представляем себе, что мы поднимаемся по лестнице в доме, да, по подлезду, то мы, если сверху посмотрим, мы как бы по кругу ходим. Как мы сейчас поднимались. Да, да. Мы ходим как бы по кругу, если посмотреть сверху, с макушки как бы, с зенита. Я с самокатом, ты с самокатами, Полина с песней. Я к тому, что мы как бы поднимаемся, мы меняем точку свою в вертикали, но по горизонтали мы все время возвращаемся в какую-то точку, которую уже проходили. Правильно? Вот. Диалектика, если я не путаю ничего, вроде бы такая же история, развитие диалектическое. Мы всегда возвращаемся в ту же точку. И в театре ровно так же. Зрители просто сменяются интересы, возвращаясь в какой-то момент на старый интерес. Так вот, мой эксперимент в том, что я как будто бы не пытаюсь увлечь зрителя ничем в своей режиссуре эпидемиологической, кроме как игрой актера. Представляете, настолько сейчас в поле всего остального экспериментального, настолько экспериментально брать и просто делать игру актера. И опираться только на нее. А как сделать так, чтобы только игра актера могла увлечься зрителя? Он должен супер прочувствовать свою роль? Он должен не столько даже может прочувствовать сегодня, сколько про понять. Вообще мы в принципе сегодня живем не очень столько про чувства, сколько про мысли. Ну согласитесь, что мы менее романтизированы, романтизированы вообще стали в принципе общество, менее романтизированы. Мне как будто сложно оценить, потому что я не жил в другом обществе. А я как будто живу с теми. Я могу, да, конечно, быть очень субъективно смотреть на актеры со своей стороны, но у меня есть такое ощущение определенное. Может быть это я сам себя в этом всем делу. Ну вот, не знаю, как сделать, чтобы было интересно. Актер должен сопереживать своего персонажа в первую очередь, понимать больше его, почему он совершил такие поступки, что я его не знаю. Причинно-следственная связь для меня очень важна вообще. А как это поможет зрителю вовлечься? Просто интересом к событиям, к ситуации, как будто бы прошедшие события в мире нас очень сильно отдалили друг от друга. Это не иначе. Коммуникативные способности мы потеряли. Она за ковид и за панику всякую иммиграционную. Все очень долгое время думали, что же нам делать с ними с собой. Все, твоя зона ответственности, она как бы, грубо говоря, на какой-то период охватывала тебя, твоих близких. Все, ты под какое-то время не парился вообще ни за что, другое. Что это за ситуация? Ты сидишь дома в ситуации какой-то представляемой опасности, когда они понимают, что будет. Ты думаешь, уезжать, оставаться, что делать? А как жизнь дальше будет? Ты больше всего думаешь просто за себя. Как будто бы мы в этом состоянии провели очень много времени и общение людей происходит сейчас не настолько. Еще темп очень повышен. Мы как будто не успеваем столько пообщаться и поучить друг у друга, сколько это было раньше. Я опять субъективен, как бы был. У меня такое ощущение. В смысле мы хотим сейчас наобщаться побыстрее? Нет. Пока есть возможность. Ну это не только про темп, а еще про то, что в данный момент мы снова уже возвращаемся к тому уровню, к количеству коммуникаций и спокойного вообще отношения к жизни. До ковидного? Да. Которое было до ковидного. Потому что после ковида сразу было очень много всего разного, что нас как раз как будто бы разделяло, отдаляло. Все. Поэтому зрителю сегодня, мне кажется, заскучавшему по этому по общению просто интересно смотреть снова на взаимоотношения людей на сцене. Надо просто в этом убедиться. И потратить свое время не на страх того, что там как выглядит, а на четко только взаимодействие персонал. Алина, что ты думаешь, что это неплохо? Муманистический театр. У тебя была очень эмоциональная реакция, я хочу узнать. Нет, я просто понимала, что я такая, да, у меня подкастное настроение. Я сейчас тяжу и чувствую, что я просто отрубаюсь. И вот Эмир говорит, я такая, да. Да, я могу их гипнотизировать. И я засыпаю под его голос. И я уже в какой-то момент он говорит, а я понимаю, что я забыла, что там происходит. Что там происходит, да, да? Да, это просто философствование о театре, они могут очень долго происходить, если про то, что еще. Какой-то подкаст к гипнотизерам. Блин, надо было объявить Ладомира как гипнотизера. Всем привет, меня зовут Данил, я учитель естественных наук, я Полина, педагог-психолог, сегодня у нас в гостях Ладомир гипнотизер. На самом деле я не знала, что он гипнотизер до этого момента, потому что обычно наше общение очень в быстром темпе происходит, что мы друг друга увидели очень интенсивно в какой-то короткий поминуток времени что-то такие, о, сказали? Да. И разошлись. И я никогда не слушала Ладомира вот прям так, размеренно, чтобы мы сидели, он рассказывал, и мне настолько это интересно, я так погружаюсь. Что ты засыпаешь? Что я засыпаю, во-первых. Настолько интересно. Нет, то, что я засыпаю, это мое... Ты засыпаешь, потому что очень душно. Нет, я засыпаю, потому что очень комфортно, наоборот, я от этого расслабляюсь. Мне интересно, и я хочу... Я вообще не хочу ничего говорить, я хочу, чтобы он разговаривал всегда, и все. Поэтому я в этом подкасте буду максимально полезный персонаж, который пытается мне говорить... Блин, нет, так не получится. Я думаю, что мы просто как только уйдем от специализированных тем, которыми я занимаюсь, к педагогике вообще, то больше будет ваша включенность, потому что мы будем уже говорить теоретически на те темы, которые не только я там варюсь. Ну, мне очень классно. Да, спасибо. Да, это вообще какая-то невероятная история. Владимир, которого я не знал. Да, да, да. Это как ты, знаешь, ты мне когда не начинаешь что-нибудь рассказывать из естественных наук. Вот так же... Он мне только за One Piece шарит. Вот давай так название подкаста. Он мне только за One Piece шарит. О-о-о, класс, мне нравится. Это сезер, который шарит. Это сезер. О-о-о, да. А там, помнишь, было пожигеть на сезерке в этом? Да, да. Да мы сегодня не говорим про One Piece, не говорим. Нет, мы не говорим, а то Полина сейчас уйдет. Ей так комфортно. Давай, пускай тут ставим комфорт. Это хороший момент, чтобы поговорить про One Piece. Нет. Она не уйдет. Нет, я обещал ей. Спасибо. На самом деле, мне понадобилось, наверное, почти год, ну нет, ладно, наверное, полгода, чтобы все твои приколы, которые существуют... Мои. Ну да, и я уверена, что это еще не все. Они как-то стали мне тоже известны. И сейчас вот с Владимиром у нас не было такого большого периода, чтобы мы прям так плотно взаимодействовали как с тобой. И поэтому он что-то рассказывает. И я такая, офигель, вау, это новая инфа, которую я вообще не знала. А расскажи, каким вот ты себе вообще представлял Владимиру до сегодняшнего дня? А, ну у нас был вот этот опыт взаимодействия на рождественский спектакль. Если из опыта совместной работы, то мне очень нравилось, как мы работали над этим всем рождественским спектаклем, и как Владимир оживлял текст, который был просто текстом, хоть он и был поставлен уже вроде на ногах, но потом приходит Владимир и говорит, о, да здесь надо вот так сделать, и будет вообще четко. И там добавляется вроде какой-то, не знаю, полуповорот головы, а меняется вообще вся картинка в целом, и это реально становится чем-то живым и прекрасным. А до этого это было, ну, норм. Я очень часто это вижу в том, что делает Владимир. Владимир оживляет этот мир. Приквально, что ты говоришь именно про полуповорот головы. Я на самом деле согласен с тем, что Полина говорит, потому что я тоже ровно это же замечал, мы, по-моему, даже с тобой обсуждали это, что мы репетируем, что-то себе репетируем, Владимир в это время пока что ест, мы репетируем, Владимир потом поворачивается. Так, голову вот сюда, и все, и спектакль вообще по-другому работает. Такое, что-о-о, это вообще волшебство какое-то, магия. То, на что вам прищало личное внимание, это зона действия актера, поворот головы налево, и все заиграло. Вот насколько нам все это интересно, просто сам актер. Поворот головы налево, я думаю, очень интересно. Владимир, ты бы хотел, чтобы в каждой школе изучали актерское мастерство? Да, я бы хотел, чтобы на этих занятиях оказывались только те, кто это сам делает. Чтобы это какой-то, знаешь, был сокрульпатив пожелания, но не как специально. И чтобы, знаешь, вообще, если в идеале, то тогда внутри школы есть какой-то там показ полугодовой театрального кружка, но его поставили, там, срежиссировали и с детьми проработали так, что остальная школа такая у тебя. Мы пришли посмотреть самодеятельность кружка, а там реально какой-то, знаешь, контекст, диалог, школьная тема какая-то, не затронутая бабушка-учительница и полуперскому мастерству, так слегка. Что там у школьников происходит? А чтобы это было, знаешь, в характере, который будет интересен зрителю, школьнику, знаешь, чтобы это было, у танцоров есть вот такой термин, который пришел от филолога, лексика. У танцоров лексика это как бы характер движения или не характерно там для такого-то направления размашистой, да? А размашистая лексика, допустим, для другого направления характерно, да? Пересятка для такого-то хорошо, да, для такого-то направления, для танцев, а присядка для другого плохо, вот. Это как бы типа про лексику. Я думал, это называется флексика. Флексика. И как будто бы в театре тоже есть флексика своя такая. Когда, ну не то чтобы ролики одели, джинсы, что да, современие и все, а мы как будто бы общаемся манерами и эмоциями сегодняшними. Мы не растягиваемся немного, мы быстро ее почувствуем. Диалог у нас сегодня немного более быстрый, чем раньше. Поэтому этот выпуск длится всего полчаса. Всего полчаса. Полминуты, на самом деле, он гибкий. Все успели сказать. Так вот, и как будто бы надо играть сегодня современные лексики и просто все. Наверное, на это меня вдохновили спектакли. Спектакли Бутусова. Есть такой режиссер, есть музыкант, есть режиссер. В сатириконе особенно, когда он поставил несколько произведений Шекспира, и это был не Шекспир с манерами и как бы с характером говорения, да, там, какой-то век, какой-то, 18-й Шекспир. Я не помню позору. Но я почему-то думал вообще, что 16-й. Давайте вырежем общий позор. Так вот, Шекспир... Так вот, лексика, которую писал Шекспир, она явно отличается от той лексики, с которой мы общаемся сегодня. Не надо менять слова, надо поменять как будто бы характер диалога, всего лишь. Но просто надо за этим уметь наблюдать. Наверное. Уметь большую насмотренность. 16-й? 16-й век, 6-й. Вот так вот. Незнайки. Ну и ладно, да? В смысле незнайки. Главное смысле... Блин, мы не убедали. Это я не знаю. Нет, не угадали, а знали, да. Да. Ну вот. Опять не даю тебе собрать. Как будто бы работа над чем угодно, просто в современной лексике, это уже интересно. В общем, если возвращаться к вопросу о том, что должен ли быть в каждой школе театральный кружок, я за то, чтобы он, да, лексики, которые понятны, неинтересны людям, а не как просто долг, как обязательность показать. А так театр очень сильное воздействие. А вот представь, Владимир, что я работаю в какой-то школе, где нет Владимира. Представил? Я понимаю, что здесь очень не хватает театра, но я не понимаю, как вот эту современную лексику прочувствовать, как ее передать актерам, как мне вообще этому научиться. Или мне просто позвать Владимира? Это трудно мне ответить на этот вопрос, потому что, кроме как позвать Владимира, или я могу, знаешь, там еще пару имен назвать, кто, наверное, тоже про это задумывается у меня знакомых. Или, может быть, они задумываются не столько про саму лексику, как я это сейчас позвал, да, но они идут каким-то своим путем, но они тоже просто сегодняшние педагоги, молодые, думающие тоже как-то об этом. Как это сделать свежо? Чтобы это просто жило и дышало. Но, да, на самом деле, давай вариант поменяем. Не позвать Владимира, а позвать кого-то, кто это понимает, кто в этом сейчас, да, или пытаться это самому как-то научиться. Вот пытаться самому научиться быть свежим и сегодняшним, это вообще очень сложный вопрос. Как быть современным? Как говорить на языке, на котором говорит, там, сегодня человек, думает? Ну, знаешь, как у меня это обычно получается? Если получается. Обычно, если ты хочешь научиться на каком-то говорить иностранном языке, ты должен в эту среду попасть и просто там вот вариться в этом иностранном соку. Согласен. И если современный, например, русский язык считать тоже иностранным для меня, который явно не родился в этом соку, современном, потому что я родился несколько лет назад. Паречку лет назад, да. Мне пять. И я стараюсь просто вариться в соку людей, которые говорят на современном языке, в частности, детей. Ты просто находишься с ними там хотя бы восемь часов в день, и ты как-то подхватываешь постепенно их манеру, их ритм. Ну, ритм не всегда получается, потому что они вообще на какой-то ультраскорости живут иногда. Но как будто бы с языком это получается. Ну, да, вот хороший вариант, благодаря тебе сейчас придумали, да, что... Как этому учиться, да? Этому тебя не научат какие-то театральные труды или что-то подобное. Там есть только опыт, да, предыдущий описанный, который может привести к мастерству определенного. Но то, о чем говорю я, это, конечно же, да, больше что-то про изучение вообще жизни в целом. Факта жизни. Вообще, театр самый антропологический вид искусства. Что это значит? Ну, антропология – это искусство по человеку. И театр – это та наука, которая больше всего изучает человека глубже всего. Ну, сам факт существования глубже всего, шире всего с разных сторон. Кроме того, театр еще является синтетическим видом искусства. Музыка, пение, движение, эмоции, декорации. Вот танец все равно нас отправляет к возможности человека двигаться, да, но не говорить, в конце не задействовавая лечь. То есть танцор не изучает себя как источник звука. Театр изучает себя как источник звука, актер. Певец изучает до себя, в некотором смысле, физику свою, но не опорно-двигательный аппарат. Театр опять же изучает и то, и другое. То есть театр самый антропологичный. Кроме того, ты смотришь во время учебы в театре и художественное творчество, также визуальное, художник, потому что он должен чем-то насытиться, чтобы потом это выдать. И если предмет танцоров и кого угодно, это вот что там, краска, изображение, движение, пение, еще что-то, то предмет изучения актера и театра, это человек, его взаимоотношения в обществе, его чувства, в общем, в принципе, что нас больше всего-то и заботит на самом деле в бытовой жизни. То есть если я хочу научиться ставить спектакли, то мне нужно как можно пристальнее изучать человека и его взаимодействие с другими людьми, с обществом и так чуть-чуть какую-то теоретическую базу. И его с самим собой тоже. Ага. Да, 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 конечно. Ты хочешь заниматься театром, научай жизнь. Сто процентов. И я еще подумал, что, ну, по крайней мере, так с остальным работает, если ты хочешь чему-то научиться, тебе надо это делать. Если ты хочешь научиться ставить спектакли, тебе надо ставить спектакли. Да, конечно, практиковаться, просто прямо в том, что ты хочешь делать, то ровно это и нужно. Конечно. Я вот еще подумал, зачем школьникам вообще театр? Какие, может быть, знаешь, какие суперспособности им дает участие в театре? Вот они поучаствовали в театре или они прямо стали твоими постоянными актерами? И что им это дает для себя? Ну, то есть, из разговора вот с тобой сейчас я понял, что как будто бы, возможно, они начинают лучше понимать себя, свое взаимодействие с обществом, с другими людьми, с самим собой. Я раньше отвечал на этот вопрос, критическое мышление отвечал, но как будто бы у сегодняшнего ребенка оказалось, что нет проблем с этим. А вот самоанализ, и вот как бы назвать это, ну, это да, тоже критическое мышление, когда ты учишься смотреть на что-то со стороны, как будто бы не находясь внутри ситуации. Это что, тоже критическое мышление? Нет, это было, на что ты отвечаешь. Это чилл-аут-парказ. Обо всем на свете. Висите кондиционер, слишком не лучше. Критическое мышление. Самоанализ. Трес и, в некотором смысле, управление своими чувствами. Тебе, ну, ты не так сильно начинаешь зависеть, наверное, от чувств, когда с ними работаешь больше. Ну, то есть, допустим, если мне очень интересно устройство звукозаписывающей станции, да, машины. Вот я, тем больше в ней не умею управляться, и тем больше от нее завишу, от ее сложности управления, чем меньше я на нее потратил времени. То есть, чем больше я уделил ей внимания и времени, и какого-то своего экспериментаторского стремления, вот, тем больше я не начал разбираться, и тем меньше я могу ей уделять внимание при работе с ней, делать быстрее что-то. Вот то же самое, мне кажется, с эмоциями. Коммуникативные способности очень сильно повышают. Коммуникативные способности, прямые способности общения. Если у меня проблемы, например, с раздражением, мы об этом уже говорили с Наташей Долевец, в предыдущем выпуске обязательно послушайте предыдущий выпуск с Наташей Долевец. Я слышал, было классно. Потом я пришел в «Апельсин», увидел Данила, а только что дома его слушал, и с ним даже почти не поздоровался, потому что мне показалось, что мы с ним уже виделись. Так вот, если у меня проблемы с раздражением, то ты хочешь сказать, что я могу проработать это с помощью театра? Ну, я бы не сказал... Ты сказал, что я становлюсь с помощью театра менее зависимым от своих чувств? Да. Он так сказал? Да-да-да, нет, Данил в некотором смысле прав, задавая такой вопрос. Но тут есть грань, конечно. Ты, возможно, не столько будешь нуждаться в этом чувстве, но тебя это не справит. Если у тебя есть потребность в злости какая-то психологическая, театр не спасет тебя от этого. То есть чудо он не совершит. Он поможет тебе быть более к этому внимательным. Знаешь? Но сделаешь ли ты что-то с этим или нет? Это уже в моей власти. Да, да. То есть не каждый актер здоровый человек. Совсем наоборот. Можно и уйти сильно в какую-то свою патологию. Мне кажется, в какой-то степени театр может помочь тебе как-то более четко различать, понимать, что ты чувствуешь. Что происходит с тобой, да. Какие-то прям совершать наблюдения, что если тебе надо показать состояние гнева, то ты там сначала вот у тебя такой, такой, такой. И какие-то пунктики, какие-то точечки, которые к этому состоянию приводят. И потом ты можешь отслеживать это уже в жизни, что вот у меня сейчас вот это, вот это, вот это. И кажется, эта траектория ведет к тому, что сейчас начнется уже стадия гнева. И такой, а, понял. Но это не поможет тебе решить какой-то вопрос, потому что вопрос-то он все равно внутри тебя, и типа надо с ним отдельно разбираться. Пункты, по которым ты должен дойти до кульминации, все равно произойдут. И ты все равно дойдешь до кульминации, типа да. Вот. А может и нет. Просто некоторым людям внимание к проблеме помогает решить проблему, а некоторым внимание к проблеме не помогает. Вот. Нужно искать какой-то другой путь. Поэтому знаю, не всегда могу сделать. Ну и вообще, если снова возвращаться про способности детей, наверное, вот это вот внимание к себе, к своим состояниям, к своему телу, опять же, про полуповороты головы, чтобы осознавать, а как я сейчас двигаюсь и что сейчас вообще происходит, и умение это всё в себе видеть, например, дать замечать. И видеть это в других людях. Потому что если я в этом заинтересована, то я начинаю считывать с мира, а как вот я замечаю какую-то похожую ситуацию, как на ту, которая у меня есть в спектакле, и я уже буду наблюдать за этими людьми гораздо с большим интересом, что как же они сейчас себя поведут. И что-то может быть даже брать на заметку. Круто. Гуманность. То есть как бы о... Извините, перейдем. О повышении уровня гуманности, как мы, получается, говорим, когда говорим о том, что если мы видим в спектакле какое-то происшествие, и как бы тут вот я уже не буду там так делать, или я как бы попытаюсь ситуацию разрешить вообще по-другому, это суперальтернативно, нехорошо, не плохо. Повышение уровня гуманности у ребенка точно происходит, и вообще как у человека, в принципе, занимающегося театром, потому что что? Всегда в театре мы видим чаще всего из этого. По моему мнению, хороший театр, всегда будет видно и оправдана каждая судьба. То есть мы понимаем, что он, чем никакой человек, не просто плохой. Это и в актерском мастерстве первый столб, на котором держится роль антагониста, то есть негодяя, плохого персонажа. Ты должен его оправдать для себя, чтобы его играть. Ты должен его защитить. Ну да, почему он так сделал, и что он не мог поступить по-другому, допустим, или что привело вот к этому, да. Ну то есть путем причинно-следственных связей привести его вот к этому действию, чтобы ты мог это правдоподобно совершить его поступок. Понимая на самом деле, что он догонистый, он плохой парень. Нельзя стрелять в девочку. Да, не знаю. Но он почему-то выстрелил в девочку. Наверное, гуманность, опять же, от слова human, от понимания человека. В смысле, что я не пошел потом стрелять в того, кто не стрелял в девочку. Я пошел потом стрелять в того, кто стрелял в девочку. Ну то есть, допустим, ну я имею в виду, что сюжет, вы представьте себе, да. Ребята очень испугались. Да, это какой-то вера гуманности. Смотри на гуманность. Гуманность надо, знаешь, в гудушках тоже прокачивать. Отдельный столбец, только он будет мешать, надо отстрелять, как будто бы. Я сейчас просто представила, как я ведьмаку получаю гуманность. Такая, иду уплевать в чудовище. Получаю гуманность. Мне побежать надо. Что-то у меня... Нет, ну типа, есть же разные... Ведьмак слишком жалеет ящеров. Так-то гуманный. Я как-то... Короче, давным-давно я играл в игру Dishonored. И там есть несколько типов концовок. Ну это как вы знаете, в целом есть такой класс игр, в которых есть несколько типов концовок, которые зависят от того, как ты себя ведешь в игре. И если я играл так, что я просто убиваю каждого противника на ходу, то концовка мрачная и пессимистичная вообще для главного героя. Если я там стараюсь обходить каких-то героев с какими-то, я договариваюсь, а не решаю конфликт силой, танцовка оптимистическая. И поэтому мне кажется, что игры с вариабельными концовками, они как раз повышают гуманность. Да, определенно. Так что я не знаю насчет того, нужно ли понижать гуманность игрушкам. Я, наверное, имел в виду, да, какие-то рпгшки, где-то тебе так или иначе приходится все равно выжевать. знаешь, это условие, где или бой, или пропал. Когда ты среди нашего разговора, я подумала, что этот вопрос будет актуален, но поэтому просто сейчас его спросу. Мне интересно, как ты как режиссер выбираешь, ну, вообще распределяешь роли между ребятами, на которых ты ставишь произведение, и как ты вообще выбираешь, что вы будете с ними ставить? Ой, давай сначала про роли, а потом про выбираю, что будем ставить. Потому что второй вопрос это просто бездна, глубокая яма непонимания, что ставить. Ладно, сначала про роли, это проще. Я уже говорил про то, что как будто меня так вселенная поддерживает отлично, и часто мне пазлы в мозаике составляют что-то, что я сам недосоставил. Мне главное, знаешь, грани кота отрисовать этими пазлами, или собрать все голубые пазлы куда-то в одну кучку. Это небо. Я знаю, вот эти голубые пазлы это небо, а вот тут где-то шерсть кота, там трава, на которой он сидит. Раскидал так это все по кучкам, по отдельным. Мир как-то так уже такой, ну вот это примерно сюда поставь, это сюда, вот уголочек, увидел, а вот глаз какой-то. И с распределением ролей вообще, наверное, один из самых ярчайших примеров того, как у меня это работает. И я всего лишь предположительно представляю себе, вот эти трое могут играть это, эти пятеро вот это, вот эти двое это, вот роль может играть только этот. И что там еще? Все, это прихожу, детям предлагаю, они как-то на это смотрят, в зависимости, конечно же, опять же, от кулоноскопа, они материалом заинтересованы, какой у нас с ними уже контакт, насколько выстроен. Потому что говорю, очень супер много разных вариаций при наличии четырех коллективов в Апельсине, понимаете, еще два спектакля и еще малыши. Но, в любом случае, так или иначе, роли раз и распределены. Допустим, на первый раз. Они что-то там поиграли, поговорили, что-то увидели, что-то поменялось у них представление, восприятие, они такие, давайте по-другому. Я говорю, давайте. Мне главное, чтобы по итогу я смог из их решения состряпать хоть примерно такую картинку, которую я видел. Вообще, в принципе, при работе как будто бы с убийскими коллективами в режиссуре, в постановке, в актерском исполнстве, ты никогда не можешь потребовать от них, как от профессиональных актеров, сделайте мне так, как я хочу. Нет, так или иначе, ты приходишь и говоришь, я хотел бы вот так, они тебе говорят, а мы так не можем или не хотим, ты, конечно, такой, как не хотите, надо, ну, ладно, а мы не хотим, допустим, вообще, ты такой, окей, но ты все равно все время стараешься все удержать так, чтобы оно не расплылось от тебя, не разбежалось слишком далеко от твоего представления. Но что-то приходится отпускать, менять, делать, главное, как будто бы в этом процессе не слишком зажаться, не держать вот эти вот веревки, которые сейчас тебе руки уже разотрут, да, уздья, которые не получают управлять, не держать их, быть готовыми в другой картинке финала, но и не сдаться под обстоятельствами этой золотая середина. Получается, с распределением ролей то же самое. Сначала ты при распределении ролей просто как видишь, что вот этот чел, кажется, может сыграть антагониста. Да, очень-очень приблизительно. А вот эти вот могут сыграть там какую-нибудь парочку, которая нужна для того, чтобы зритель посмеялся. Да. И потом они сыграли первый раз, ты такой «не, давайте по-другому», или они «не, давайте по-другому», и вы переставились. Допустим, да. Иногда это происходит прямо в репетиционный момент. Актер увидел, что ему не очень интересно играть эту роль, но, допустим, на роль другого ученика засмотрелся и такой говорит «А я знаю, как это сыграть», а тут ученик и не против. Ему, допустим, неважно вообще что играть, ему хочется просто на сцену. Раз, махнулись, поменялись. Самое волшебное, что происходит. Чаще всего роль, на которой оказался ученик, становится для него, если слушатели наши знают, что такое мифотворчество или, допустим, сказкотерапия, нет, сказкотерапия другая уже история, прошу прощения, мифотворчество, да, когда люди, психодрама, когда люди с помощью разыгрывания сюжета какого-то произведения, здесь и сейчас с ведущим, которые читаем текст как суфлёр, а они повторяют, но они там смотрят друг другу в глаза внимательно, отыгрывают эмоции, как бы друг на друга, друг друга провоцируют на какое-то состояние, они проживают какие-то там сродни им похожие истории, но, допустим, бывает, человек в такой вот процесс входит и его назначают драконом, а он как бы даже не знал, что там в роли дракона может его как бы переполошить очень сильно, как бы триггернуть. он думал, что там надо будет просто и хвостом трясти. Да, и он будет, допустим, вначале думать, а что, да, типа там, меня ярость не триггернёт, я со своей яростью уже разобрался, а он потом в драконе внутри вдруг находит момент, когда дракон прощает, отпускает, допустим, свою жертву, а вот с этим он никогда не встречался ещё. Вот, и он такой, он готов её разорвать и он себя уже знает как такого ясного, и он такой, так я легко сейчас это сыграю, а тут раз такой он отпускает, и он такой, я никогда не отпускал людям, да, обид, и он такой, отпускаю, и всё, и там, допустим, слезы. Вот с детьми почему-то у меня всегда так происходит, чтобы мы, честно, не ставили, не играли, всегда по итогу ребёнок оказывается на той роли, каким-то магическим вот этим подставлением пазма с судьбы, где ему надо прожить вот сейчас. Вообще, ещё ни одной пустой как будто бы роли не сыграно просто так. Бывает, что люди вообще отказываются и выходят из проекта, но тогда как бы и моя, как бы, кармическая завязка с ними никак уже не, ну, я никак уже с ними не связан. А если мы говорим про тот случай, когда человек от начала до конца исполнил свою историю, на то, на что он подписался, свою волю куда затратил, чаще всего, всегда трансформационная какая-то история. Да, не весь человек поменялся, не стал идеальным и всё такое, но что-то важное в этом процессе он у себя обязательно исполнил. Вадимир, я придумал название для твоего курса. Называется «Собираем грани кота из пазлов судьбы с Владимиром». Вау! Хорошо, классный курс. Подумай, из пазлов судьбы. Ещё вторая часть была у вопроса, который Пылина задавала. А, про материал. Про материал. И там, наверное, ещё будет третья часть вопроса. Чёрная дыра вообще полёты, мне кажется. Смотри, сейчас ты, например, с ребятами среднего звена в апельсине ставишь два спектакля. Один про ведьм, а другой виси огни. Да. Как ты их выбрал? Давай вот на этом примере разберём на конкретном. Хорошо. Опять же, та же самая судьба, которая просто помогает. Мы с друзьями как-то празднули на дне рождения. Это была психологическая тусовка. Там была гостья предыдущего подкаста Наши Далевец. И был дне рождения нашего общего друга. И мы как-то уже вечер, ночь по ночь уже многие разошлись, а у нас такая хостяк нашей тусовки до сих пор сидит. И я почему-то вдруг предлагаю ребятам почитать пьесу, есть такой формат в театре «Читка» называется. Это формат появился сначала просто он не был форматом для зрителя, просто обычно артёры собирались сначала и переследили сначала «Читку», сидя на стульях, просто читая друг с другом пьесу в голос за своего персонажа. Был кто-то, кто читал сноски автора, объясняющие, что там происходит, допустим, отдельный персонаж. Ежесёр, допустим. Тут же они могли пообщаться про то, что читают сейчас, останется в любом моменте. Я им предложил почитать такой, для меня это тоже был в тот момент эксперимент. Обычно-то я читал это всё с актёрами, с профессиональными, а тут были просто ребята мои друзья, решили просто так поразвлекаться. Так вот, читки происходят до сих пор. Мы помнили, что это очень крутой формат просто для предпровождения времени, а в принципе в театре «Читка» сейчас может произвелиться на зрителя уже как формат самого выступления, то есть в современном театре опять же на Малингранном можно просто прийти посмотреть, как птёры читают. Это может быть читка пьесы, дополненная действиями, действиями, каким-то минимальным реквизитом. Вы обычно читаете текст, которые вы видите в первый раз? Вот. Как проходят наши читки развлекательные? Мы собираемся, открываем сайт фестиваля пьес, драматургический фестиваль, то есть шорт-лист уже, допустим, за какой-то 2024 год, допустим, за современный. Все ссылки в описании. Да, все ссылки в описании. И читаем оттуда какую-то рандомную пьесу, которую никто не знает, тем самым мы как будто все вместе посмотрели фильм, который только что все увидели здесь и сейчас. Очень круто. Просто предварительно смотрим, чтобы в пьесе было столько же персонажей, сколько нас. Допустим, либо кто-то читает за двух, либо за трех. Чаще всего хватает всего на всех. И я примерно пробегаю глазами всю пьешу, прорискиваю и посмотрю, насколько она длинная и насколько там допустим диалоговая форма, а не форма монолога. Чтобы избежать ситуации, когда один говорит, 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 а все остальные молчат. Типа как у нас сейчас. Да, да, мы попали в моноспектакль прямо. Ну вот, все, и мы как бы однажды наткнулись на обе эти пьесы в разные читки нашей встречи. Я понял, что это прекрасный материал, чтобы увезти его к детям, при том, что до этого момента я искал материал, чтобы с ним поставить около полугода. обалдеть. Понимаете? Вообще, в принципе, умные люди, к которым я не отношусь, я просто смекалисто, умные люди постоянно читают драматургию, чтобы ставить ее из дикли. Я думаю, что на моем месте кто-нибудь или другой, имея четыре коллектива, которые в одном из них потом несколько друг, читал бы все время. Я не читаю все время. К сожалению. Но эти две пьесы как будто бы очень подходят нашей ситуации. Знаешь, как это получилось? Нет. Если бы я мог как-то изобразить звук волшебства, я бы изобразил его сейчас. Вот так вот. Вот. Это кто-то со мной сидит и собирает этот пазл. Полина, как будто изобразила звук волшебства. Алина, волшебно угоднулось. Да, жалко, что никто, кроме нас с Владимиром не видел. Не видел, да. Еще гирлянда так у нее это уже цепочка. Взять в риглянду висит. Я за сделаю гибку. Придется. Вот. Наверное, это все так ладится в миру. Все. Все Владимирится. Скоро мы все станем Владимирами. Мы с ребятами до записи подкаста. Уже на сколько это процентов. До записи подкаста. Они придумали теорию, что в каждом человеке есть какой-то процент ладомира. Была и не теория, это была скорее игра. Игра, да. Но да, было забавно. Да. Мы сидели, рассуждали, сколько же у ребят ладомира. Вы пришли к выводу, что если ребят сложить вместе, то получится, в принципе, один ладомир. Нет, нас и собаку. Нас и собаку еще, да, была собака. Не помню, какой пароль. Но в целом нормальная другая собака. Рыжая, большая. Собака. И третий вопрос в эту же тему. как из текста какого-то, который тебе понравился, сделать сценарий. И у меня потом будет четвертая часть вопроса. Я правильно спросила? Да, да. Вот перед тобой есть текст, как вот, например, помнишь, я предлагал вам по хроникам Нарнии поставить? И ты ведь как-то взял текст, который составил Юэс, и надо было из него сделать сценарий. Да. Я понимаю, что типа надо было его как-то сократить типа раз в 400 примерно. Выкинуть лишних персонажей, сделать его более диалоговым, что-то вот такое. Но, наверное, я что-то еще упускаю. Повороты головы. Вот. Повороты головы это уже знаешь самое легкое после всего, что ты перечислил. Но вот смотри, именно по всему вышеперечисленному, то есть все, что ты вышеперечислил, является теми самыми причинами, по которым мы сейчас не играем, не играем в хронике Нарнии. Хотя собирались. Потому что очень много редактурной работы, которую я как-то производил вроде бы, но для того, чтобы распускать работы с ребятами постоянно не хватало времени. Как бы, потому что мне, чтобы начинать работать с терми, все равно недостаточно видеть только начало произведения. И надо понимать полностью, что у нас произойдет, а что нет. Чтобы сразу понимать, в какой момент персонаж должен, допустим, раскрыться. Он раскрывается здесь в первой сцене? Ну, то есть, это же всегда спектакль, трансформация исходного текста. Это даже будет обязательно трансформация того, что я напишу, когда поменяю текст Кэррола на текст пьесы, которую соберу. Пьесы – это формат, когда диалог, 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 диалог. Только это не Кэрол, а Льюис. Что? Льюис? Клайв Льюис. Клайв Льюис? Нет. Есть Льюис Кэрол, который написал «Люис стране чудес», а есть Клайв Льюис, который написал… Ого! Я сейчас тоже поправлюсь. Круто! Круто, да. Клайв Льюис, да. Остается, давай, только Кэрол. А Кэрол? Льюис Кэрол, он… Он не Клайв? Нет. Льюис и Кэрол вообще как-то по-другому зовут, на самом деле. Кажется, это у него типа псевдоним. Ну все, у тебя точно никогда не помню, кто из них кто. Льюис Кэрол, он суперматематик, а Клайв Льюис, он суперрелигиозный. И у него еще есть произведение «Письма Баламуту», который без старшей пишет маленькую бесенку. Я читал, это великолепно. Это божественно просто. Вот, шикарно. Но это, по-моему, еще сложнее поставить. Ой, да. Это было очень трудно, потому что... Ну, я вот, знаешь, я когда вижу эту сложность, я такой... Звучит как вызов. Звучит как вызов. Забавно. Это, наверное... При том, что я-то все равно не буду ставить. Вот это отправляет снова на вопрос о том, что как поменять текст на тот, который уже будем ставить. Все опять в вопросе, кто будет этот текст менять, делать, дальше ставить. Потому что для меня очень редко что-то звучит как вызов. Хранители Нарнии не звучали как вызов, потому что там уже есть диалоги. Стоило только сократить все и понять, как... Опять же, возвращаемся к этому. Я не иду через декорации, смену какую-то, или там, хореографические какие-то моменты, которыми можно было бы что-то образно отобразить. Мне важна, именно, диалоговая форма существования на сцене и там провокационная, и там действия, реакция. Что значит провокационная? Когда я, допустим, тебя... Когда я, допустим, тебя на сцене, как актер, у нас не просто реплика одна за другой идет, а тогда в моей предыдущей реплике существует какой-то триггер, который сейчас тебя... И она что-то провоцирует. Да, который сейчас тебя по-настоящему заставит что-то почувствовать. И спасет тебя от необходимости это играть путем того, что он тебя действительно направит в то состояние. Вот провокация это такой глубокий уже момент. У меня, наверное, из-за моих нынешних учеников из всех, которые у меня есть, провокацию реальную освоили хоть какой-нибудь немножечко в мере наверное раз-два. А все, уже обчелся. Это вот трудная штука. Но заниматься ее очень интересно. Что такое взаимодействие на сцене, когда мы играем, но как бы сыграли очень достоверно не для зрителя, а друг для друга. А зритель уже видит последствия того, как мы друг друга спровоцировали. Это не я придумал, это мы придумали товарища. Вообще, драгоценно. А вот когда мы с тобой играли Лесорубов в рождественском спектакле, было и Анатолий Мир. И я что меня провоцировало? Я вот помню, что моя роль заключалась в том, что мы идем с тобой по лесу, я вижу падающую какую-то блестящую штуку, такое, о, золото, ничего себе, беру, а там оказывается младенец. Я такой, ну блин, я думал, золото. И ты такой, да в смысле, мы не можем его оставить в лесу. Я говорю, в смысле, не можем, это же не золото. Что, меня провоцировал кусок золота или что? Нет, провокацию, про которую заговорил я, это вопрос всегда между двумя персонажами. Людьми. Так, я тебя провоцировал, да? То есть, когда я сказал, давай оставим его здесь, это тебя спровоцировало, твоего персонажа, твоего лесоруба. Да, спровоцировало, но я говорил о той провокации, которая происходит по-реальному. То есть, допустим, если бы мы с тобой договорились на сцене, что я тебя толкаю, а у тебя падает нога с другой ноги, когда нога в ванну у тебя лежит, я толкаю, а провокация начинается там, где я реально взял и реально столкнул у тебя ногу с ноги. Я не просто сделал действие, а ты мне помог его довершить, подыграл мне, а когда я реально взял и толкнул твою ногу, так серьезно. Понимаешь, вот, то есть, да, только тут не про пихание ноги вопрос, не сталкивание, а про вопрос про заражение эмоций какой-нибудь. Понимаешь? Пытаюсь. Подожди, а что провокация сработала, это должно быть внезапно и спонтанно или это отрепетировано и четко может быть проставлено, что вот тут через провокацию работает? Не обязательно. Смотри, не обязательно внезапно, но спонтанно, ну, то есть, как бы, то есть, тут вопрос о провокации же может быть, что я сижу, молчу, да, и мне как бы и пароли мне надо молчать, не отвечать на запрос партнера по сцене, вот, ты хороший пример нашел, допустим, я молчу, она уже все свои реплики сказала, но она уже и так от меня добивается пароли, она говорит, почему ты молчишь? Пароли у нее текст, почему ты молчишь? И вот я после второго молчания должен заговорить, а я, допустим, не заговариваю, я еще, я сделал какое-то еще большее действие, как бы, от нее закрытие, такое, которое показывает ей, как актрисию, что я и не начну сейчас говорить, и она начинает от меня, вот моя микропровокация, я не начал говорить там, где я должен был говорить, и она сейчас должна от меня добиться реально, а ее провокация меня последует после этого, настоящая, что она реально меня как-то попытается добиться от меня, она мне либо по-настоящему уже скажет, скажи свои слова, да, как это будет странно в театре, да, звучать, но иногда зрителя это прет, может, допустим, показаться, что она такую реплику сказала, скажи свои слова, потому что ее уже перебрали чувства. Это импровизация, получается? Да, короче, чаще всего провокация внутри импровизации находится, да, не знаю, все очень ситуативно, иногда, наверное, бывают провокации, которые можно срежиссировать, не говорится, они, допустим, тебя что-то бесит, партнер, просто сделай это, чтобы его взбесило в реальную, ну, допустим, очень простые примеры, вот, провокация очень интересная штука, но она, она редка, на самом деле, чаще всего просто она репликирована сенска. А помимо провокации ты говорил, что важно? Ну, ну, вообще, суть вопроса, у нас, вернемся сейчас на океане сказаний, суть вопроса была, так, если я ничего не проспала, последнее, что мы спрашивали, было про, как сделать из тех, кто, сенсорий, сенсорий, потом, но почему мы начали говорить про это? Вот, я говорил, что я не люблю, что это, вызов, да, я не люблю вызов, в этом я не увидел вызова, потому что проще было, а, все, короче, ухудшает отмечу. сильно, да, просто тупырье. Все, отлет. Знаете, коснулись театра, и надо писать два подкаста. Просто утомили. Нам, мне кажется, надо вопрос вводить на экран, который мы обсуждаем, чтобы его видеть. Но это, знаешь, на 20-м эпизоде где-то появится у нас такая возможность. так же как и возможность вот с этим работать. Ой, блин, с ума сойти. блин, на меня показалось. Нет, это было, если на меня было. 20-е попытки у них получилось. Поговорить о педагогике. Короче, очень быстро свернусь с этой всю историю. Про провокацию поговорили, про всякие разные штуки, которых мне проще добиться, когда я вижу уже готовый текст, мы говорили. Ну, то есть об отношениях актеров, о том, что нужно в драматургии оставить, что надо выкинуть. Вот. Возвращаемся. В случае с хроникаминарнией я видел, как это сделать, просто это требовало времени. Случаи со спектаклями, которые, допустим, есть у нас сейчас, электрубы требуется куда меньше. Ты просто чистишь текст от лишнего, от того, что актеры, допустим, могут сделать в действиях, выразить. Вот. Сейчас мы делаем пьесы уже готовые, как раз, к столу, драматургического фестиваля, где уже комплекс драматургов шел. Все. Их я очень быстро почистил, и мы всегда просто приступили к работе. В зависимости, в общем, от материала, который ты взял изначально, настолько тебе трудно работать над ним, и в зависимости от этого тебе придется что-то сделать. Допустим, последнюю сказку, которую я делал по лазне, это Емеля, я компилировал текст из трех разных сказок, потому что в одной сказке, допустим, были смешные всякие бегалки, драки и тому прочее, в другой сказке был адекватный текст, который можно детям дать послушать, а не взрослый, а был и такой Емеля. И в третьем Емеле мне нравилось какие-то оставленные события, допустим. Очень сейчас приблизительно сказал, там была такая мишанина из трех разных сказок, вот, все на один сюжет вроде Бунин, Толстой и Даль писали. В моем спектакле существует Бунин, Даль, Толстой, просто кто мне. А где там старые словечки взяты, допустим, старенькие? Даль там, где определение появится. Да, 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 да. К устаревшим словам. Да, вот из Дали как раз были взяты получается арктичные слова, а самый такой смешной, ненавязчивый, легкий, без всякого. Толстой это там, где Емеля попадает под печку. Нет, это что-то уже совсем другое. Емеля под печку попадает где-то? Нет, это там, где Емеля лежит и смотрит на небо. А устаревшится. Это уже очень много авторов, написавших Емеля, получается. Ты же сам сказал. Бунин, Даль, Толстой. Да. Нет, там не было ни под печку попадало. Бунин это там, где Эти аллеи? Да. Емеля целует щуку. Толстой это там, где Емеля смотрит на небо австралийца. А Далит там, где дается определение щуки. Вот такой вот Емеля. Нормально, да, у нас примерно такой был. Ну, смешно, смешно, конечно, все. По сути, три автора были соединены. Я больше работаю меньше всего. Люблю выбирать там, где работаю меньше текстовой, потому что считаю, что моя работа это работа над уже деятельностью актера. технику. И четвертая часть вопроса. Я слышал, что у некоторых учителей предметников получается театр встроить в свои предметы. это по-моему вообще какое-то супер мега достижение, если это удалось еще и хорошо встроить. Но как будто это что? Я хочу посмотреть спектакль про экосистему Данилихи, где будут такие персонажи, как вот эти рыбы. Консервативная рыба, бобры, алмаз. Это в целом ты уже почти очень близок к созданию этого спектакля. Возможно, вам надо замутить какой-то коллапс, и тогда у вас... Коллапс. Коллапс. И тогда у вас бы получилось это что-то. Кстати, да, консервативная рыба мне очень стала интересной. Знаешь вообще, небольшой офф-топ. для всех. Мы не забудем с чего мы начали. Не на этот раз. Не боюсь смену. Вопрос был, как сделать спектакль и предмет совместить. Зафиксировали. Зафиксировали. Офф-топ. Мы с моей группой учеников в этой квинте ходили на реку Данилиха. Это никак не связано с тем, что я был руководителем этой группы. Хотя вообще нет связано. они потащили меня туда. И ребята просто там на месте начали тут же генерировать мемы какие-то. Просто из ниоткуда. Например, мы шли мимо речки и там просто на одном месте были какие-то пузырьки. и я спрашиваю ребят как вы думаете из-за чего это может быть. И вместо того, чтобы предположить что, ну, наверное, там какая-то труба что-то там что-то немного ее прорвало и поэтому там пузырьки газа выходят. Они предположили, что это рыба очевидно. А я спрашиваю, а почему она на одном месте? Ну, она консервативная. Мы идем дальше по речке. они видят, что там через речку навалило всяких этих деревьев. Да. И они такие о, плотина. Я говорю, а как вы думаете, как это могло появиться? И вместо того, чтобы предположить, что это все само туда упало или что это люди накидали, они такие, бобры. Я говорю, а как это по вашему типа как откуда в городе бобры. А до этого мы еще там же на речке встретили плакат исторический, на котором было написано вот первый родник на Данилихе появился в 1888 году. И у них 1888 год стал мемом просто. И они дальше все, что дальше было, они говорят, это было в 1888 году. И когда я их спросил, откуда, как вы думаете, бобры в городе, они сказали, что так сейчас их тут нет, но они были в 1888 году. И я говорю, а, так получается, а потом бобры ушли из города, а консервативная рыба осталась здесь, чтобы почтить их память. Хорошо. По поводу алмазов. В какой-то момент ребята решили, что неплохо бы поопрашивать людей, которые там ходят, на предмет того, какое их самое любимое воспоминание связано с Данилем. Круто. Вербатим начался. И они на самом деле успели опросить всего двух человек. Первый раз, первый человек, который им попался, это была какая-то милая девушка в наушниках. И с ней на самом деле ребята очень хорошо повзаимодействовали, она им дала какие-то ответы. И они тут же пошли опрашивать другого человека. Но тот сказал «Я Зайн, ты у меня дела?» И пошел кормить уток хлебом. Уважаемые слушатели, если вы дослушали до этого момента, то, во-первых, я вас поздравляю, вы мои любимые слушатели. Во-вторых, никогда, никогда, не кормите уток хлебом. Уток можно кормить только проваренной крупой и только с конца осени до начала весны. Друзья, а какой-нибудь перловкой? Да, тоже можно. В магазине просто, непроваренной. Непроваренной лучше не надо. Ну, либо специальным комбинированным кормом. Вот. А от хлеба у них начинаются проблемы с пищеварением и ну, ребят, просто вы не видите этих проблем с пищеварением. Вы просто видите, о, тикинаджи, как же мило. Я покормлю, они ведь кушают, а как насчет того, чтобы своему ребенку сейчас купить дошек и чипсы и просто завалить его комнату. этим вы согласны на это? Если да, продолжайте кормить хлеба. У меня к вам никаких вопросов. И такое не только с утками, так вообще с практически любыми пернатыми, птицами большинства, кроме ворон, допустим, рацион должен быть такой, как такое они едят в природе на самом деле. Зарубились про экологию мощно. Гвард Натурал. Так вот. Давай при переработке поговорим еще немножко. Я шучу. Пожди. И после этого человека, которого мои ученики назвали убивец, они очень долго и не хотели никого опрашивать, потому что они такие ну блин, мы получили отказ и теперь мы сильно демотивированы. Они не такими словами сказали, но на самом деле похожими. Круто. Ты прямо переводчик с детского. Можно тебя на занятия вызвать? Да, И потом к нам подошел какой-то мужик и сказал «А что вы типа вот туда в рощу-то не пошли поглубже? Что вы по опушке-то гулять? Там в рощу и сколько всего?» И потом он ушел по своим делам, а я говорю ребятам, вы его не хотите опросить, ему кажется много чего знает. И они такие «Ну не знаю». И она девочка такая «Нет, пойдем попросим». Просто утащила другую за собой. И они отвечая минут 15 стояли с ним разговаривали. Слава Богу, они записали все это на диктофон. И у нас есть запись, вот Полина слушала вместе с нами. Это вообще было нечто. И они потом подбегают ко мне и такие «Данил Сергеевич, Данил Сергеевич, мы нашли просто алмаз среди щебня». он рассказал вообще все про эту реку, все, что он знает, какой она была в 1688 году, где здесь растут грецкие орехи, вообще все. и вот так появился еще вот этот персонаж Алмаз. Круто. Вот так целый пантеон Данилехи сложился благодаря всего двум походам туда с детьми. Я думаю, что действительно можно было бы, ну, я просто блин, с чего начать свою речь? Спустя два часа. Начать я забыл, как разговаривать. Chill out podcast. Chill out podcast. Как мы деградируем. Я сейчас одна из моих главных мечтаний это сделать свой учебник в формате комикса. Там должен что? Мы про спектакли говорили. Я и не отрицаю. И естественно у него должен быть сюжет. Для этого нужно написать сценарий. Поэтому я сейчас должен как раз тренироваться в написании сценариев. Вот к этому я вел. Так что все в тему. И возможно одной из таких тренировок как раз мог бы быть сценарий с этими персонажами. персонажами которые у тебя появились когда ты вел по сути другое занятие. Это мы вернулись к теме что внедрение театра в другие предметы. Как удачно мы научились это делать. Мы 5 секунд назад забыли как разговаривали. А тут же подвязали две темы друг с другом. На самом деле это с каким синдромом люди любят перескакивать с одной на другую СДВГ. Как будто бы у синдрома СДВГ. Чаще всего происходит ситуация что я про одно поговорил про другое про третье почему чаще всего в разговорах со мной все становятся СДВГшниками. Видимо я как умею жены как его. Да но почему остальные тоже так становятся забывая все время о чем говорили. Да гипнотизер. А гипнотизер. Вот гипнотизер. Так вот но я этот момент знаю и начитавшись много индийской литературы типа формата сказания про гипнотиз. я сейчас должен стать флейту начать играть и вы будете танцевать да по трусам да вот может быть другу да диджери бы давайте в конце сыграем вот который забрал а на него нету штука не получится ну короче про океан сказаний он такой начинается история в одном месте потом кто-то какой-то персонаж из этого места из этих локаций начинает рассказывать байку какую-нибудь его байки кто-то тоже вспоминает байку третью мы уходим в четвертую историю а потом постепенно когда все эти действия закончились в четвертой продолжаются действия в третьей во второй потом второе снова в третью снова во вторую а потом снова в первую и ты такой ааа так начиналось то все вообще вот с этих персонажей это из сказок шахерезады кажется да это формат такого восточного эпоса индийского эпоса это очень классно осуществлено в произведении которое называется сказки сироты Катерин Валент мы как-то читали в моем книжном клубе там вообще там не просто история в истории в истории в истории а там история в истории в истории в истории потом из второй истории идет еще одно ответвление и они как-то короче образуют такую сложную красивую систему это правда да это очень забавные штуки ну вот на самом деле я однажды провел аналогию просто между таким эпосом такого формата и вот этими сдвгшными диалогами и понял что научился из них выходить чуть-чуть просто назад откатываешь как-то такой и о все вспомнили а я думал выходить так что ну пока ну пока все ну да так вот а какие предметы наверное можно с любым предметом сфантазировать вход туда театра ну как бы подвязку ну какую-то театральную нотку вводить в занятие мы сказали что театр он может помогать ребятам с критическим мышлением с самоанализом да да ну в случае компиляции с другим взаимодействием с миром с другим предметом это просто наверное тот самый ну вот мы говорили да про то что умеешь ли ты быть современными освежать процесс наверное театр может быть тем самым освежителем воздуха если говорить о совмещении с каким-то другим занятием если это общество то такие-то кейсовые задачки можно просто развернуть в более какую-то преподатированную историю ну если это химия то там химические реакции ну да кстати у них же тоже у всех этих элементов есть свои характеры и фишки это тоже можно показывать если это история то там вообще как бы пожалуйста непаханное поле да литература вот у меня в моей школе был опыт нам давали задания прям в старших классах уже делать постановки то есть там было что-то на выбор да или вы делаете постановку или вы живете с каким-то другим заданием и я три по-моему раза за свои школьные годы выбирала вариант постановки это было на самом деле очень весело и даже был опыт когда мы превращали текст по-моему белые ночи в Достоевского мы взяли и то есть мы на основе этого переписали это как сценарий сами вообще просто дети без помощи взрослых абсолютно сами нашли какие-то себе прикиды сами это все придумали как будет выглядеть да это немножко фринжово смотрится но мне кажется вообще достойно как говорится без мам папа Ладомира да без мам папа Ладомира жили и получалось классно и я рада что у нас учитель нам вообще это подкинуло и поддержало какое-то новое да вот тема самостоятельного творчества меня очень волнует как будто бы вот я присмотрел последнее интервью Райкина когда он там об этом тоже говорит дети и с Наташей вы так смешно что говорили в предыдущем подкасте про это про умение людей сегодня вообще наблюдать что-то процесс я прямо такой ну боже мое наблюдение вообще больная тема актер в принципе первые два года учебы своей очень много уделяет внимание именно процессу наблюдения зачем ты должен нахвататься вот этого самого мира который тебе потом играет причина следственных связей ты наблюдаешь за животными за стариками за какими-то странными людьми и всегда делаешь одно и то же причина следственной связи что из чего почему как началось как закончилось что в процессе проживал просто чтобы научиться придумывать нужно сначала понасмотреться а как бывает и тогда запускается мышление как будто бы у современных детей да и у современных людей в принципе с взрослыми я бываю тоже работаю очень сильно страдает этот момент придумать а так вы знаете нейросеть какая-нибудь нейросетка генерирует картинку она более вариативную и разную и большее количество раз будет делать необычную картинку чем больше в нее загруженной информации в нас грузится сегодня столько разной информации но потом ее как бы обработать и с помощью нее что-то сделать мы как будто бы разучились как будто бы не умеем то есть наблюдение это прям страшное упущение сегодняшнее то есть даже Райкин в своей школе уча актеров одних и лучших вообще в стране говорит о том что к нему приходят новые студенты и никто не умеет наблюдать у всех проблемы с тем чтобы просто правильно осмотреть и оценить что-нибудь допустим вот он приводит пример за теннисистами они наблюдают за спортсменами в принципе вот девочка приносит этюд как она играет в теннис ну не настоящий она играет по актерски без предметов все она делает не так он включает тут же перед ними видео говорит вот посмотри на нее она говорит так я посмотрела вот она вот так где он говорит руки ноги все мимо нет деталей хотя тут же мы видим это вот и эта проблема не только у детей не только у абитуриентов театральных училищ а в принципе как будто бы у всех может быть потому что та информация которой мы сейчас заполнены она устроена в очень удобной форме наблюдения и ее не надо разжевывать не надо напрячь мозг чтобы пронаблюдать и проанализировать информация у тебя очень доступна в дыне вот как ты думаешь по поводу наблюдений продолжая продолжая вот как ты сказал по теме которую мы уже начинали с Наташей Наташа уже говорила для чего по ее мнению в целом нужно наблюдать как ты считаешь для чего это в целом может быть я не очень хорошо помню как она ответила может быть мой ответ продублирует я не помню но в общем как скажу по идее для того чтобы расширить возможности своей жизни то есть чем больше я наблюдаю чем можно же посмотреть кино с полуотвернутой головой смотря на половину экрана можно смотреть кино во все глаза таращатся знаешь можно посмотреть кино с одной колонкой включения нужно с двумя лучше же когда с двумя я считаю это и есть возможно умение наблюдать оно расширит наши возможности фиксирование жизни которое происходит здесь сейчас а зачем это не ну потому что раз мы тут появились значит нам тут что-то надо пусть это надо будет нам очень понятно доступно я очень надеюсь на то что наблюдение за жизнью это ровно то что мы можем сделать чтобы это понять что мы тут пришли сделать не в смысле что-то геройское может мы что-то для себя пришли то нет все отлично понять а если сделать для кого-то можно сделать для кого-то давай блиц давай 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 попробую быстро отвечать супер быстрый вопрос без философства нет это хочешь спросить я не знаю о чем я даже сяду как блиц скорость без границ скорость без границ если что они круто серия первый вопрос какой режиссер тебя вдохновляет Вячеслав Полунин он не столько режиссер он будет он он клоун но и режиссер также второй вопрос какие предметы ты любил в школе литература и скультура правда все все это хватит нормально третий вопрос твои любимые фильмы давай три штуки ой 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 давай нелюбимые давай какие вспомнят давай три первых фильмов которые тебе приходят в голову которые меня впечатлили это значит идеальные дни идеальные дни бедные и несчастные давай тоже возьмем и идеальные дни бедные и несчастные а и после Янга это все такое довольно современное кино ну вот это то что мне показалось это те фильмы которые приводят нас как раз снова по теме дышать сегодня быть свежим современным и ну вот свежим вот это были те фильмы которые меня привели к сегодняшнему дню опять же вернули круто на этом блиц закончен и последний вопрос наш традиционный вопрос как Полина знает у нас есть традиционный вопрос он задается в конце каждого подкаста Владимир вот есть что-то такое в школе что вы не проходили но хотели бы что это два ответа на это один с ученической позиции что бы я хотел в своей школе во время того как я был учеником как ученик я бы хотел от школы больше повода что-то узнать больше как бы ситуации где мне захотелось бы что-то узнать чем непосредственно самого знания типа вот мы тебе расскажем что и как происходит было бы круче если бы всегда сначала у меня появилось бы желание или хотя бы какой-то мостик к теме или аспект как это звучит пример вот чаще всего он просто не был я был заложником классической глупой мысли зачем мне это мне это не понадобится я даже не понимал насколько в какой синергии и смешении находится все в нашей жизни это круто было бы а как допустим нынче преподающий человек что что мы приходили в школе что стоило бы пройти педагогом давай так что стоило бы пройти педагогом в образовании педагогов что мы не взваливайте не взваливайте на себя как будто бы эту ответственность я педагог а педагог это какой-то такой нет будьте в первую очередь сегодня человеком я Владимир я Полина я Данил а от этого как будто бы уже станет и ребенку интересно что вот передо мной личность и в первую очередь это личность а потом это уже мой педагог любите свою личность и расширяйте ее класс я думаю это отличная фраза для окончания подкаста всем спасибо кто дослушал нас с вами было очень классно с нами было очень классно да спасибо спасибо Владимир спасибо Полина спасибо это мы не проходили всем пока пока а для тех кто дослушал прямо до этого момента вам повезло потому что сейчас будет супер крутой эндинг поехали от Шекспира до Ладомира ты режиссер и ладишь с миром Ладомир известный гид чилом логисты волшебных фраз если мне ночью пособие от Шекспира до Ладомира мы аванты все забыли вдруг как милый Ладомир фанаты тут полнофации провокации игра актеров грация от начала и до финала мы в восстоке а ты в зале вам ты с одного Полина ваш мир никто не спорит с этим решеньем но все здесь страдят впечатление Ладомир ведет нас разновек нее под демьем летет нас поглоть милю овации провокации игра актеров братья от начала и до финала мы в восторге А ты в зале фантписа Мало Полина важней Никто не спорит с этим решением Мы все здесь ради впечатлений Ладомир ведет нас вдохновенью Авации, провокации Игра актера, грация От начала и до финала Мы в ростоке А ты в зале От шипира До ладомира Магия всем Заворачивает тумку Каждый момент Этот миг Ладомир покажет нам миг Покажет нам миг От шекспира до ладомира Магия всем Заворачивает тумку Каждый момент Это как миг Ладомир покажет нам миг ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладомир покажет нам миг Ладомир покажет нам миг Покажет нам миг ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладомир ведет нам миг ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладомир ведет нам миг